Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, которые находятся с нами в прямом эфире, в это утро желание моего сердца вместе с вами прочитать Слово Господне и порассуждать над текстами Священного Писания, которые записаны сегодня, будем читать, Евангелие от Луки, 23 глава, будем читать с 32 стиха, выборочно. «Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». 39 стиха будем читать ниже. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спасти себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, Каждому из нас приходилось видеть картину распятия, написанную тем или иным художником. Чаще всего, когда художники хотели изобразить распятие Иисуса Христа, они изображали его следующим образом. В центре Иисус Христос распятый, по правую и по левую сторону дворазбойника. Я думаю, даже если бы самый лучший художник, самый талантливый изобразил одно распятие нашего Господа Иисуса Христа, сделал это самым лучшим образом, вложил туда все свои чувства, передал все, что испытал наш Господь Иисус Христос рядом стоящих людей, которые были на месте распятия. Согласитесь, я думаю, что мы сказали, что здесь недостает очень важной библейской истины. Вот об этом я бы хотел сегодня порассуждать. И тема моей проповеди сегодня называется «Трое распятых. За кем последовать?» Распятие Христа между двумя разбойниками в один день, я думаю, не было абсолютной случайностью, но это очень важная и глубокая библейская истина, которая касается каждого человека, который живет на этой земле. Братья-сёстр Рейни случайно задал этот вопрос. За кем последовать? Так или иначе? Один из двух разбойников, которые висели на Голговском кресте со Христом, представляет на этой земле каждого человека. Ничего удивительного в том, что эти два разбойника оказались на кресте, друзья мои. Почему? Потому что Библия говорит, возмездие за грех что? Смерть. Библия очень ясно говорит, что возмездие за грех, который человек делает на этой земле, смерть. Для этих людей была смерть через распятие. Для кого-то смерть приходит на одре болезни через страдания, через тяжелые болезни. Для других смерть приходит через несчастье, через бедствие, катастрофы. Ежесекундно умирают сегодня люди, потому что возмездие за грех – смерть. И это происходит каждый день. Рано или поздно каждый человек закончит свою жизнь на этой земле и встретится со смертью. И это неудивительно, так говорит Писание. Меня потрясает и удивляет другая истина. Когда святой и праведный Сын Божий висит на кресте, прибитой гвоздями, между двумя злодеями, так говорит евангелист Лука, то невольно задаешь вопрос. У всякого здравомыслящего человека есть вопрос – почему? Господи, почему ты, святой и праведный, висишь между двумя злодеями? Они умирают за свои грехи и беззакония. Давайте попробуем найти ответ. Давайте вспомним сегодня древнего пророка Исаии, который дает нам ответ сегодня, братья и сестры, есть в этой 53 главе драгоценный стих, 12 стих, 53 глава пророка Исаия. Внимательно посмотрим на этот стих. Пророк говорит так о нашем Господе, посему Бог говорит о Христе, посему я дам Ему часть между великими и сильными будут делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеями, причем был, тогда как Он понес на Себя грех многих. Обратите внимание на последнюю фразу. «И за преступников сделался кем? Ходатаем». За преступников Иисус Христос на Голговском кресте сделался не соучастником, но великим Ходатаем. Вся жизнь Господа Иисуса Христа, братья и сестры, была посвящена одной, единственной цели, ради которой Он пришел на эту землю, воплотился, принял плод человека, жил, встречался с людьми, проповедовал, исцелял, благовествовал. Каждая секунда Его жизни была заполнена одним желанием и одной целью спасать. Спасать. Спасать грешников. Почему? Потому что Он знал, куда идут грешники. Он знал цену души. Он сотворил человека. И для Господа была Его цель. Для этого Он пришел. Будем помнить, братья и сестры, Он не просто проходил, в дни проходит, три с половиной года, выполнил свою миссию. Нет. Вся Его жизнь была подчинена спасти. Спасти. И обратите внимание на эту картину, которую мы сегодня прочитали. Евангелист Матфей очень кратко говорит о распятии двух, троих, Христос и двух разбойников называет. Евангелист Лука очень подробно, очень красочно описывает эту картину. И обратите внимание, братья и сестры, когда Сын Божий умирал на кресте, он уже не мог проповедовать, не мог благовествовать. Братья и сестры, можем себе представить человека, прибитого на кресте в страшных мучениях, что испытывает в это время. И с ним уходило из жизни две души. И он понимал, что через короткое время куда они пойдут в вечность, в ад. Братья и сестры, могло ли его сердце не думать, не переживать, не молиться? Когда уходило два разбойника, два злодея, Иисус Христос находился там не случайно. Он выполнял великое служение за преступников, сделался ходатаем. Я читал, что в древней истории в некоторых странах во время судебного процесса, когда шел судебный процесс, имело место иногда отождествление защитника и обвиняемого. И в глазах закона они становились неотделимыми друг от друга. То есть, защитник настолько принимал ответственность за своего обвиненного, которого он защищал, что он готов был разделить его участь. Представляете? И если обвиненного осуждали, защитник, который представлял его, он шел вместе с ним, готов был идти в тюрьму. Братья и сестры, из-за преступников сделался ходатаем. Первая важная истина, которую хотел бы порассуждать вместе с вами. Кто были эти люди? Давайте кратко посмотрим, что мы знаем о жизни, о судьбе, о душах этих людей. Не так много. Мы не знаем их имен, не знаем их семей, не знаем, что они сделали, но мы знаем, что в Римской империи судили через распятие две категории людей. Это были военные преступники, закоренелые преступники, злодеи, отпетые, негодяи, как Лука говорит, как мы читаем в каждом случае, называют их злодеи. И судили рабов, приговаривали к смертной казни через распятие. Две группы людей в Римской империи. Мы понимаем, что это были закоренелые преступники, злодеи. Я вот думаю, братья и сестры, когда два человека не находятся просто где-то в камере, к которой можно прийти, побеседовать, засвидетельствовать, помолиться или в каких-то других условиях, но когда два человека висят прибитыми гвоздями на кресте, как можно засвидетельствовать, прийти к кресту и свидетельствовать. Послушайте, я вам хочу Евангелие рассказать. Нету никакой иронии, братья и сестры. Есть один только путь оказаться третьим, прибитым на Голговском кресте, испытывать страшные мучения и боли. Тогда, когда человек, висящий на кресте, он задыхается, потому что всякий раз, когда он делает дох, он висит гвозди, раздирают его тело, нервы. Это страшная агония, которая длится несколько часов. Тот, кто приччен к злодеям, не может их осудить. Потрясающая Божья благодать, Божья любовь, о которой мы сегодня слышали, братья и сестры. Мы должны это понимать. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, не для того ли Христос записан был в список злодеев в свое время, для того, чтобы наши имена были записаны в книгу жизни. Не для того ли Христос был причен к злодеям. И на месте этих злодеев, братья и сестры, это место наше с вами, потому что возмездие за грех, смерть. И каждый из этих злодеев он представляет по сути дела каждого человека. Какая величайшая любовь нашего Господа грешнику. Вторая истина. Давайте кратко посмотрим, что произошло с каждым из распятых. Первый злодей, мы будем так называть, как Писание называет. Кто он? Опять-таки, мы не знаем ни имени, ни возраста, ни жизни. Знаем только то, что он поносил Христа. Знаем только, что он издевался над Христом. Я думаю, что в образе первого разбойника мы видим тех людей, которые избрали путь неверия, путь греха, путь отвержения истины и отвергает Божью благодать даже тогда, когда Сын Божий, прибитый на Голговском кресте, находится здесь исключительно по важной причине. Он хочет спасти не только весь мир, но хочет спасти и его душу. Братья и сестры, сколько нужно было этому разбойнику для того, чтобы был спасен? Одно слово прости. Даже одна мысль, которую Господь бы узнал, одно сокрушение, одно осуждение себе было бы достаточно для того, чтобы услышать чудные слова, которые мы услышим чуть позже. Библия говорит, братья и сестры, об очень важной истине. Хотел бы, чтобы мы сегодня прониклись этим. Библия говорит сегодня о абсолютной испорченности каждого человека. Братья и сестры, это очень важно. В мир рождаются младенцы, которых мы принимаем. прекрасные дети наши, внуки. Но человек рождается в этот мир абсолютным, страшным, негодным грешником, соединившийся с сатаною, воспринял его природу, всю его страсть абсолютную, братья и сестры. Библия говорит, очень ясно, лукавое сердце человека и крайне испорчено. Пророк Еремия говорит, 17 глава, 9 стих. Более всего сердце человека и крайне испорчено. Кто узнает его? Кто-то может возразить мне, но в мире же сегодня так много порядочных, воспитанных, образованных, добродетельных людей. Позвольте не согласиться. пока не проникнет туда очи Господа, пока Бог не откроет сущность этого человека. Я не спорю, что много, но это на первый взгляд. Я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели характеристику Бога над человека. Сегодня уже было читано послание римлянам, 8 глава. Давайте откроем с вами сегодня третью главу послания римлянам и посмотрим характеристику, который дает Бог каждому из людей, приходящих на эту землю. 10 стиха, 3 глава послания к римлянам. Если можно, откройте, пожалуйста, нам эти тексты. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного, братья и сестры, как негодны. Братья и сестры, вы согласны с этим текстом? Это очень важно. Нет делающего добро нет ни одного. Вы согласны с этим текстом? Нет делающего добро ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспида на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждается всякие уста, и весь мир становится каким? Виновен. пред Богом. Это истинная оценка каждого человека. Братья сестры, каждый день в этом мире происходят десятки и тысячи преступлений, которые совершают не отпетые убийцы, а вполне нормальные, приличные, воспитанные, образованные люди. И часто задают вопрос, почему? Как это произошло? Как можно убивать невинных младенцев в утробе? Как можно убивать своих родных, близких? Потому что Библия говорит, все согрешили, все до одного негодны. Кто мог подумать, дорогая церковь, братья сестры, что в стране, в которой мы живем, вполне благополучной, где действует закон, где демократия, где порядок, где города, покой обеспечивает сотни полицейских, может вспыхнуть очень быстро. Грабежи, насилие, когда необузданная толпа будет брать камни, громить на своем пути, готовы растерзать всех, кто находится на их пути. И если бы не сила закона, если бы не сдерживающая сила закона, брать сестры, не только полицейских, но и армии, военных, наша страна очень быстро превратилась бы в страшный котел, огонь. Друзья, потому что только Бог сдерживает то зло, которое находится в сердце человека. Вот что представляет из себя брать сестры этот первый разбойник. Хочет ли он спасения своего? На удивление хочет. Обратите внимание, он сказал всего лишь несколько слов. когда Лука говорит о том, что висит на кресте. Матфей говорил, что оба его поносили, Господа Иисуса Христа. Лука говорит в 39 стихе, один из повешенных злословил его и говорил, сказал одну фразу, если ты Христос, спаси себя и кого? И нас. Как вы думаете, какой смысл он вложил эти слова? Он желал спасения своего? У него было сокрушение? Он раскаивался? Он просил у Бога? Нет! Он издевался над Христом? Он поносил его? Тогда ты уходишь в вечность, в сердце, братья и сестры, мне показывают это состояние человека, испорченности, ожесточенности. Нету ни покаяния, ни раскаяния. «Если ты Христос, спаси нас». Я думаю, сколько там было этой пренебрежения, насмешки над Господом Иисусом Христом. Согласитесь, с позиции здравого смысла и логики трудно понять, почему человек даже тогда, когда уже умирает и понимает, что он уходит, иметь вот такое жестокое сердце. Я вижу только один ответ. Глубину падения человеческой души, человеческого сердца каждого, кто живет на этой земле. Вы знаете, есть еще одна картина, очень кратко. В книге Откровения описывает период великой скорби. Когда мы читаем в конце великой скорби, когда Бог будет изливать гнев свой на престол сатаны, на этот мир, мы читаем и видим одну картину. Позвольте прочитать очень кратко, обратить внимание ваше. Книга Откровения 16 глава, 10-11 стих. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и не кусали языки свои от страданий. Следующее, обратите внимание, что происходит. И хулили Бога небесного от страданий своих и я своих и не раскаялись в делах своих. Куда дальше? Боль и страдания настолько ужасны, что кусали свои языки. Обратитесь к Господу, смиритесь, покайтесь, Господи! Нет, хулили Бога небесного от страданий своих и не раскаялись в делах своих. Братисестры, это дух первого разбойника. Он представляет себе подавляющее большинство людей, которые живут на этой земле сегодня, когда умирает, уходит, а сердце не принимает спасения. Я верю, когда будет суд Божий, суд Белого престола, когда миллионы людей предстанут на суд Белого престола, чтобы услышать свою жизнь и услышать приговор. Как вы думаете, предстанет этот негодный человек-разбойник? Предстанет. И он встретится лицом к лицу с тем, который будет сидеть на престоле от лица, которого бежало небо и земля. Тот, который висел вместе с Ним, тот, который сделался ходатаем за Него, тот, который молился за Него, этот человек уйдет навсегда, во веки веков, озеро, горящее огнем и серою. Трое распятых, за кем последовать? Дорогой друг, который слушает сегодня Евангелие, не следуйте этим путем, не избирайте этот путь отвержения истины, греха, противления Господу. Смиритесь и склонитесь сегодня пред истиной, пред Евангелием. Примите Господа как Спасителя в вашу жизнь и ваше сердце. Третья истина важная. Второй злодей. Что мы знаем об этом человеке? тоже практически ничего. Знаем, что он также был разбойник, который приговорили к смерти через распятие. Были ли знакомы между собой, мы тоже не знаем. Может, пути были разные, может, их бросили в камеру, какое-то время ожидали суда, приговор, и вот они находятся, двое распятых. Как я уже сказал, евангелист Лука единственный четырех евангелистов, который глубоко и подробно описывает эту великую сцену борьбы великого ходатая за спасение человеческой души. Что произошло с этим негодным злодеем, который ничего доброго в своей жизни не совершил? Как только то, что пойти в вечность, пойти в ад. Слышал ли он об Иисусе Христе, мы тоже не знаем. Встречался ли он где-то, может быть, мы тоже ничего об этом не знаем. Братья и сестры, но будем помнить, что Иисус Христос, когда висел на Голговском кресте, Он совершал великое служение. Обратите внимание, мы читаем, что Христос молится. 34 стих. Иисус же говорил Отче, прости им, ибо они знают, что делают. Христос молился Отче, прости им, ибо они знают, что делают. Братья и сестры, когда Христос молится, Сын Божий просит своего Отца, и я уверен, что молился из этих разбойников, как вы думаете, Бог отвечает на молитвы Своего Сына, Аминь, отвечает. И я вижу то, что произошло в дальнейшем. Я вижу только один ответ. Два одинаковых негодных разбойника. Один отвергает благодать Божию, но во втором сердце что-то происходит. Происходит удивительная перемена. Он откликается на благодать Божию. И я вижу единственную причину. Бог начинает работать в сердце этого человека. Дорогая церковь, дорогие слушатели, для того, чтобы была спасена душа, ничто не может стать на пути святого и праведного Бога, когда есть ходатай. Я не могу объяснить, и никто не сможет понять, как это происходит. Не слышал, не видел, вся жизнь была негодности и вдруг находится здесь. И что-то происходит в сердце этого человека. Иисус Христос еще при своей жизни говорил такие слова «Никто, слышите, никто не может прийти ко мне, если не будет привлечен Отцом моим небесным». Отец небесный грешника должен привлечь к ходатаю, который висит на Голгофском кресте. Мы видим, что под действием Божьей благодати, Божьей любви происходит это чудо рождения новой жизни. Как у этого преступника происходит что-то в сердце, его разуме. Обратите внимание, как он поворачивается к своему товарищу и говорит так, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден справедливо на это». Откуда эти слова, братья и сестры? Почему же он до этого хулил? Евангелист Матфей говорит, и вдруг поворачивается и говорит, «Илибо ты не боишься Бога, когда и сам осужден справедливо». Что заставило? Я думаю, он был потрясен тем, что видел своего товарища и реакцию Иисуса Христа, как Христос себя вел. Такие же боли, такие же страдания, а он молится и просит «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Потрясающая картина. Братья и сестры, я верю, что в небесах в это время что-то происходило потрясающее. Знаете, почему? Потому что Христос говорил, что небеса радуются, радуются об одном кающемся грешнике. На небесах проходило огромное приготовление, на небесах ангелы встали. Я думаю, что весь этот мир славный, чудный, тот, который поклоняется Богу, пришел в движение. Знаете, почему? Потому что в небесах услышали следующие слова. Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. Братья и сестры, как вы думаете, является ли для Бога святого и праведного эти слова основанием для того, чтобы простить этого негодного человека. Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. Это слова покаяния, слова осуждения о себе. Это работа Божьей благодати. Это работа Духа Святого в сердце этого негодного человека. На что мог рассчитывать этот разбойник, братья и сестры? На что вся жизнь это сплошное зло, грабежи, убийства, насилие? И тогда, когда ты висишь на Голговском кресте, все, что он надеялся, мечтал, он поворачивается к Иисусу Христу и говорит, помяни меня, Господи. Вот когда ты придешь, он точно знал, что он идет в Царствие Божие, потому что Бог уже открыл ему истину, кто это. Вспомни просто о того негодный человек, который будет находиться в аду, ты вспомни обо мне это все, на все, что он рассчитывал, братья и сестры. Дорогие слушатели Святого Евангелия, я бы хотел, чтобы мы сейчас очень внимательно прислушались к словам, которые прозвучали последние из Уз Иисуса Христа, великого ходатая, который висел на Голговском кресте. Это были его последние слова, обращенные грешнику. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною где? Братья и сестры, где громко? В раю, не в чистилище каком-то, не еще где-то. Ныне, сейчас ты будешь со мною вместе, мы войдем с тобою в рай. Братья и сестры, как вы думали, услышал этот разбойник эти слова? Я не знаю, на каком расстоянии он висел, находился от Христа. И если даже и услышал, то до его сознания не дошли эти слова, братья и сестры. Знаете, что произошло следующее? Потому что следующее событие евангелист Лука не описывает. Знаете, почему? Потому что мы не сможем понять на земле в теле, мы не смогли бы увидеть, потому что небо открылось и в небеса входил Иисус Христос, тот, который сказал после этих слов, Иисус Христос, Он сказал после этих слов, после этих слов, а тьма наступила, когда Иисус Христос «Отче, в руки Твои предают Дух Мой». И в английском говорит, что тьма наступила и завеса в храме разодорвалась посредине. Земля потряслась. Это то, что мы видим на земле происходило, а то, что мы не видим и можем только себе представлять нашим бедным воображением в небеса входил Иисус Христос. Может быть, держа за руку от волнения «Дух Иисуса написан, а Иисус сказал «Дух предаю», тело осталось там. И входил братья и сестры кто? Мученик, праведник, самый негодный человек в Римской империи приговоряли к смертной казни через распятие. Только рабов из самых закоренелых преступников входил с Господом Иисусом Христом. Как вы думаете, что происходило на небе? Ликование, торжество, хвала, пение. Что испытывал этот разбойник, братья и сестры, всю жизнь, всю вечность он будет с кем? Со Христом. Дорогая церковь, это Евангелие. Это благодать. Тема моей проповеди сегодня называется «Трое распятых». За кем последовать? Второй разбойник представляет вторую группу людей, которые отвергают Господа всю свою жизнь, отвергают истину, отвергают спасение, отвергают Божью благодать. И только когда остается немного, мы понимаем, что образно я хочу говорить сегодня. Люди говорят, да, когда закончится жизнь на пенсии, работа, некогда, да, приму. И так иногда люди и поступают. Да, Господь склоняется к таковым. Господь взошел на крест и ради таковых. Но этот ли путь, который предлагает нам сегодня Евангелие? Не избирайте этот путь. Не избирайте этот путь. Я скажу чуть позже, почему. Трое распятых, за кем последовать? Был третий, который висел на Голговском кресте, наш Господь Иисус Христос. Вот за Ним нужно идти. Вот Его нужно избрать и сделать это как можно раньше в своей жизни. Вас пугает крест? Христос на кресте. Да, Иисус Христос сказал своим последователям, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест и иди за Мною. Да, это нелегкий путь. Тот, кто соглашается на сораспятие со Христом, он соглашается на нелегкий путь, когда будет отвергать свое Я, свою гордыню, когда на протяжении всей нашей жизни наше Я будет давлеть, наша гордость, честолюбие, наше уязвенное, наше Я, мы будем все время отвергать, бороться, каяться, просить у Господа прощения, но и вновь идти с нашим Господом со Христом до конца, потому что путь этот ведет не только через Голгофу, но ведет вечность прославленную с нашим Господом. Вот за этим, который висит посредине, я сегодня предлагаю вам избрать путь. Когда? Сейчас. Сегодня. Почему? Позвольте закончить проповедь одним примером. В 1871 году известный проповедник Дуайт Муди проповедовал в Чикаго в своей большой церкви, проповедовал на следующую тему слова Пилата «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Это была вдохновляющая проповедь, которая касалась сердец людей. Но почему-то проповедник в конце проповеди не сделал призыв, как он обычно это делает. И он сказал следующее. Дорогие слушатели, после этой проповеди я даю вам одну неделю для размышления, чтобы вы подумали в течение этой недели и в следующее воскресенье, когда вы придете, вы приняли решение. в тот же день в Чикаго был страшный пожар, который унес более трехсот жизней, который уничтожил тысячи построек, включая церковное здание, где проповедовал Дуайт Муди. И многие люди в тот день, которые были его слушателями, они погибли в этом огне. впоследствии Дуайт Муди, когда они собрались, он сказал, это была самая большая ошибка в моей жизни. Я дал людям думать целую неделю, при этом не зная, что у людей есть несколько часов в этот день. Поэтому всякий раз, когда он проповедовал, проповедовал Евангелие Благодати Божьем, говорил, у вас нет времени, если вы слышите Евангелие Благодати Божьей, если Дух Божий касается вашего сердца, и там, где вы находитесь, вы понимаете, что Бог стучит, у вас нет времени, примите Господа сейчас, склонитесь, примите Его святую благодать, потому что вы не знаете, что может случиться в следующие минуты вашей жизни. Я думаю, если бы спасенный разбойник мог говорить с нами сегодня, то он бы сказал, не последуйте моему пути, этот путь был неверный, и я спасенный по величайшей благодати, вырванный из ада только благодатью моего Господа. Дорогой слушатель, который слушает сейчас, и который будет слушать это слово. Мы в нашей церкви проповедуем Евангелие благодати Божией. Я настаиваю, я верю искренне в то, что человек-грешник спасается исключительно по благодати Божией, верою в распятого. Когда Дух Святой касается и показывает ваше положение погибшее, не откладывайте, примите Господа, потому что завтра не в вашей власти. Я сейчас приглашаю церковь к молитве трое распятых, за кем последовать? Когда мы склонимся, давайте мы благодарим Господа за то, что мы прощенные, спасенные. Если в нашем доме молитвы есть те души, которых Дух Святой касается, придите сегодня сюда, склонитесь пред Господа. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся.